ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Староста деревни Я еще раз напоминаю Вас только трое Чьи домы имеют скотину И пасти то больше нет По прежнему Поят здесь Предупредил по всей деревне проехал В четверг кто паст сами решите Я знаю не хочу называть просто Я сказал батюшке зайди и скажи А почему я каждый день два раза там бываю? Ровно было Прихожу уже все обтоптано Земля уходит через два дня Волнами загладила Дальше и дальше берег отступает Никогда не поили Ни одного дня я не помню Пасли там Ну там пруды Андриашин здесь Не подгонять вот к этому пруду Я не знаю Что так тянет Можно поить где на первом мостике На второй по плотине не гонять На ту сторону там делать нечего Все слышали? Попростите, умолите Запретите Чтобы здесь не поили Ну вот прямо напротив Где наш огородчик Где крещение идет В четверг Опять там было Я мордушку ставлю Гляжу что там было Она зацепила Скотина ногами А у другого телена только шагнул А дальше то нету Он как обычно то И он Рехнул туда и поплыл Он ногами то не достает Воду подняли Столько вложили здесь сил И теперь Зачем? Ничего, зачем Просто это лишнее Заклепки из ушей вытащите Я коротко скажу Что сегодня на занятиях будет Потому что некоторые не приходят Еще раз скажу Я не вижу тут где-то один мой друг Некоторые собирают железо ваше Чтоб другим не отдать без нас Мы отдаем Которые сейчас ремонтировали Нашли На палом огороде Там вытащили все И мы ему отдадим Все равно где-то будет сдавать А то тут чужие начинают приезжать Без нас ничего не брать Потому что там Бывает арматура Так, теперь Вам нужны дрова Почему не берете? Вот это плотина Это храмовый считается А тот Лагерный пруд Оба Дамбы обе Зимой напилили Щурки лежат Мы займемся этим делом А как? Сначала Вот мы вчера Сколько? Полтора дня мы работали почти На южном Полностью пришлось разбирать Одну только сторону оставляли И уменьшили ширину И все сделали Я вчера только Позавчера насчитал Одиннадцать норандатор там Это шапки готовые Ну хоть кто-то Займись этим На южном Только сойди внутрь А воды там Сантиметров сорок Больше нету На пруду Дрова будете брать? Нет? Но прежде чем туда пройти Мы выдрали Весь сорняк Но шириной и шире машины Чтобы можно было проходить Здесь тоже надо это делать Мы это сделаем Мы ничего от вас не просим Когда мы пробьем туда Дорогу Машину дайте Машину грузовую И мы погрузим И вы сгрузите где надо Готовые чурки лежат Сумеем сделать? Мы освободим от растительности Там вот такая вот Конопля там и прочее Там нельзя зайти Мы уберем это все И проезд машины очень хороший здесь Там почти невозможно Только оттуда выносить Руками и выбрасывать наружу Лагерный Тоже Зимой перевезти Да Ну дороже будет Конечно Позавчера я получил письмо из прокуратуры Кто-то привез Письмо очень необычное Короткое Я пришлю Приду сегодня Вам дам прочитать Первое письмо Которое конкретно Может помочь делу Пишет уполномоченный Президент по Алтайскому краю Ларин Борис Владимирович Я его знаю Очень хороший человек Ни одного слова плохого о нем не слышал Ну и президент избирает таких наверное И он говорит Заместитель его там Шварцер как-то пишет Направлено В местную Сельсовет Чтобы они ответили о сути дела Ему и мне А она тут как раз была Она все видела Это не за глаза будет Она конкретно видела Звать ее Людмила Алексеевна Значит помолиться о ней А его звать Борис И о нем помолиться И прокурора звать Максим Тоже помолиться Господи Переведи всех в единство веры По слову Твоему Ни кары мы ничего не просим Но чтобы Бог сокрушил гордыню Где она мешает Дальше Если у нас все получится Как дома От нас они отстанут А у нас интересно получилось Когда она приехала сюда Нам надо все было показать Володя прошел Кухню где обедали мы открыл Замок убрал Где пекарня открыл Где детские играют Открыл Открыл И ничего не закрыл И как разгородили Все открыто Сколько время прошло И мы даже не знали Что у нас там все открыто Заходи бери Но оправдание такое Что музей работает круглосуточно Любой приходи Хорошее объяснение дали Мы вчера все засняли Так Мне нужны будут Если только удастся Поэтому Неэффективные Настоящие замы Я как заведующий музея Если конечно все Бог сохранит Хотя бы человека три Когда меня нету Ну а мы вместе все пройдем Я расскажу еще раз вам Чтобы могли показать Нам интересуется Говорит так Кесарь обращает внимание Письма 6 августа Дошли до Путина Куда послали Медведеву Во всю Думу Послали Зюганову Там Миронову Поклонской этой Не знаю еще кто Жириновскому Все письма я проверил Последил Все дошли А куда они дошли то Ну адресату вручено Так написано Конечно Ну не лично И он успеет все Надо молиться Чтобы это Бог сделал так Так у нас по уставам Не может быть главного Но все таки больше всех ревнует Мне на сегодняшний день Так кажется Один человек Постоянно говорят устава не будет Нарушенного то и то будет Поэтому вот у нас есть гости Вот он ушел отсюда Приехал гость И он Без пояса Почему Я увидел его там у тебя стоит Я говорю а почему ты без пояса Забыл Кого забыл когда он на тебе должен быть все время Батюшка увидел Говорит а ну х иди сюда Я тебе второй раз говорю я тебе драть буду Почему без пояса Вышел С поясом проходит уже опять без пояса Я ему 4 узелка завязал и сказал А то устав нельзя нарушать Я прошу тебя Вчера гляжу вдоль улицы И идет с каким то узлом Развернулся назад Вам понятно о ком говорю? Будьте внимательны Мы несем ответственность Устава не будет Совсем по другому будет Так Леша Я увидел твою ревность об уставе Будь добр Держи это до конца Не перегори Приближается осень Я к кому буду говорить сейчас Скандрею с Ириной Дети ваши где там будут в Барнауле Они здесь были у Игоря Добунова Лучшего варианта даже не надо искать Машина привозит Наблюдает хорошие беседы Если этого не будет Было там что-то Когда-то Никита что-то сказал там Ну это все стерто Пойдут где-то они отдельно Вам не вернуть Ничего не сделать Ты знаешь, что твои дети Это мои дети Настолько они мне близки Мне очень дорого, что Твоя жена Ирина Она интересуется Вот а что сделать Вот он не так Она приходит Буквально мы Душа в душу понимаем это Нежелательно Ни под каким видом Что они куда-то уходили Хотели быть отдельно Отдельно ты потерял их И ничего ты не сделаешь Только ропот будет идти Дым из головы Никуда сестры не ходите Нигде больше вы не найдете такой заботы Вы ни одного богослужения не пропускаете Всегда здесь рядом Участвуйте Когда занятия идут Там ничего Это все стерто будет сразу Вы столько услышите Всякой мерзости Потом Я сказал все Так Вас у Стиновых тут полно Вы на молитве Тащите их Тащите А вы бойтесь Что я вам говорю Вернуть назад Ничего нельзя будет Ничего При тебе все драгоценности Они На тебе и в тебе А здесь Сколько платили за квартиру ему? Платили что-то? Платили за квартиру? Я не знал про это Если квартиру платите Расходы я возьму на себя Я за всю жизнь У меня все время жили квартиранты Ни копейки за всю жизнь ни с одного не взял Игорь не мог бы и брать даже Он у меня жил на той стороне Через стенку 14 лет ни копейки я не взял же Игорь Тихонович Только за коммунальное платили Как говоришь? Коммунальное Ну то есть вода, свет А, ну это понятно За квартиру не платили Нет, значит Слава Богу Ну это и так Расходите свет, вода Тут и не надо Если нету ничего Я даже это мог бы взять Я повторяю Дети ваши Это мои дети Я не со стороны это говорю Я внутренне сгораю об этом Когда одна девчонка пасет А парень дома Я говорю про ваших детей Я много раз говорил это Я залезу в бинокль смотрю на башню Залезу Где она? Где-то пасет Почему ее не видно? Я маленько пойдя опять залезу На крышу или куда-то Как у ней там? Потому что мир очень изменился Это не наше время Сегодня, если Господь позволит Я принесу газету одну Вечерний Барнаул Она вся из данных мировых Так и взята Что означает мобильный телефон И хотел, чтобы мне почитал его Сергей Павлович Пупков Он ничего не хочет слышать Болел уже не один раз его это дело Он говорит Серьезнейшая болезнь Как чё-чё Опять телефон Почём по собакам Что там почём Две минуты Не чаще Это предельная норма Пять раз в день То есть не больше десяти минут А вот по полчаса И самое главное Поражается сердцевина мозга И исследования по всему миру институты ведут Что будет в следующем поколении Ни один не может предсказать Потому что сегодня уже ясно И поэтому они продают Даже в телефоне Вот то-то, то-то, то-то Устранить Какие там Особенно вот эти мегафоны Сейчас где Как сделать На расстоянии полметра Поражение идёт Не меньше полметра А мы к уху И стоим Ничего не понимаем Какие изменения идут Это всё уже известно Уже вскрытия идут Ни один, ни два Государство мира Уже трясёт Вот так вот Сколько больных Маленькое известие Ко мне на днях Может приехать человек Непростой Фамилия Муранова Лидия Она меня С мужем своим Александром Тогда они ещё были вместе Ввели в знакомство С Александром Менем Я помню Мы с ними ехали Я по Москве на велосипеде Для меня так интересно Это было в Москве Там метро И вдруг я на велосипеде Ездил Она уехала с сыновьями В Америку Сыновья у ней Ну, теперь уже сколько лет И как они приезжали Когда я был в Америке Я с ними там разговаривал С мужем разошлась Из-за этого дела И она всё время просилась И я отказывал ей Потому что осень А сейчас август И она очень хочет приехать И я дал разрешение И она может быть завтра Послезавтра уже вылетает с Москвы Надо будет договоримся Точнее узнаю где-то Она многое может рассказать Сын кажется в военном воздушном Флоте там И вот такое вот это И она старшего сына Привезла в Москву Чтобы показать ему Родину То есть они давно-давно Когда уезжали Александр Пивоваров К ним близок был Когда были вот эти Ну, ролики Или как называли это Кадрик сделаешь А там звук идёт Кадрик сделаешь Там объяснение этой картинки Как называли это Анимация А? Анимация Ну, что-то такое было Так вот, а она Вместе с ним Он, говорит, отец Александр И она Она может быть здесь Так, насколько я не знаю У меня Где остановиться Вот они, голубушки Рядом и сидят Вы двое Которые можете принять Без всякого ущерба Решите между собой Кто её примет Я вас не разделяю даже Вчера Надежда Васильевна Поздно вышла А Люба идёт впереди А ей-то надо догнать И Надед Васильевна Её догоняет Руками только А ноги как шли Так и идут Я догнал её на велосипеде Люба Она разобьётся Там Несётся Такую страсть за тобой Так опоздает один человек Да Ещё маленький Потому что я почему Хочу сразу всё сказать Кое-что повторю потом Вы заметили нынче скворцов мало? Да Скворцов У батюшки сколько? У меня раньше было 123 скворечника 123 И ни одного не занятого не было Там и валенки жили У меня и в сапоге И огнетушитель на две стороны Там в лучинки вставлю Чтоб вылазить было И все заняты были Сегодня нету Я зашёл в интернет Я зашёл в интернет И там говорят Скворцов нету Скворцов нету Раньше я читал где Но Сегодня я не нашёл Раньше читал Куда делись скворцы Когда они летят В основном Переход делают Ночью летят А днём они где-то Пролетят Днём они ищут Чтобы покрепиться А ночью летят И в одном месте Где они пролетают Там я не знаю Босфор или что Они летят в ущелье И там натягивают сети Итальянцы И они гибнут Сотнями тысячами миллионами На еду Они летят Низко-низко Очень к земле Но они сети Натянут Метров может На сто И так она может Ну километра два Между ущельями А сегодня сети Двенадцать километров Двенадцать Это в море И представьте Утром приходят Всё усыпано Чернотое в сети И едят певчих птиц Певчих птиц Русский человек Чтобы ел Знаете Это Европа далеко Уже шагнула Если это так Я читал об этом В интернете сейчас не нашёл То ли убрали То ли что Что они едят Это Говорит Деликатес У них блюда Подают Из сердечек соловья Его поймать надо Убить Он больше никогда Петь не будет Это я уже говорю Как патриот России Так у меня ещё тут было Просто-то По прудах я сказал Смотрите По прудам прошу несколько раз Староста возьми на себе Своему скажи Соседу скажи И кто там есть Очень и очень прошу Мы вложили туда Громадные силы Здесь у нас Почти 300 с лишним Свай только сделали Приготовили Осмолили Забили Как помогали Даже вот Володя этот приходил А это всё будет разрушено Не с той стороны Не с этой Здесь близко не подгонять Только там Завтра мы там работаем Там наклонилась одна стенка Мы разбираем Опять устанавливаем Я говорю о Симаковском Это костровый пруд Ну всё у меня Вот этот парнишка Баловался сегодня Маленький Вот так вот стоит С службой начинается Он Не надо Назари Ноги надо вместе Назари вон Идём А вот он Назари А тебе старший брат Подсказывает Кто фонарик потерял К нам придите Всего Карася поймал я сегодня Вот такого вот 25 Есть кто нибудь ловит? Нет Карп Карп Не карася Карп Карпа поймал Вот здесь вот Да А Андрюша Вот сеточка такая А я что-то не сохранил Не знаю Может и карась Я что-то не обратил Так а вчера я вам Карася или карпа дал Карася Ну как сегодня такой же Это тоже карась Тоже карась По свету Я не обратил внимание По свету он другой А ты вчера что-то не видал А? Вы его съели? Нет А он целый? Целый Володя Съезди к ним посмотри Скажешь Сфотографируй этого Я тоже дорогой Исааки шёл Я ему отдал Потому что ваша сетка Он говорит А как понял Свои лопухи собрал Завернул как в спальню Я сам посмотрю Я знаю И ты тоже Так Ну всё Ну всё Всё Всё